Сёмочка, ну шо вы так быстро меня раздеваете? Я же совершенно не успеваю втягивать живот. Встречаются возле подъезда два соседа, один другому. Ты чего такой загруженный? Да вот думаю, как можно в хозяйстве старый холодильник приспособить? Отнеси на помойку и даже не вспоминай. Не, зря я его что ли оттуда припёр. Переписываются два приятеля. Ну как у тебя в личной жизни? Да влип по полной. С перепоя подарил девушке свою машину. Теперь, как честный жадина, я просто обязан на ней жениться. Муж за завтраком рассказывает жене. Мне сегодня приснилось, что я обедаю в дорогущем ресторане. Ого, и насколько же ты там наобедал? Понятия не имею. Я быстренько всё доел и проснулся, пока счёт не принесли. Невеска жалуется свекрови. Ваш сын гуляет по барам, кабакам и ресторанам. Домой приходит только под утро. Так он там, небось, тебя непутёво ищет. Невеска хмыкнут. Вот только не надо судить других людей по себе. Раннее утро в деревне. Свекровь спрашивает невеску. Ты скотинку-то уже покормила? Нет. Спит ещё мой муженёк. В матери троих сыновей спрашивает. Кто из ваших мальчиков самый непослушный? Сын свекрови, конечно же. Варит невеска борщ. На кухню приходит свекровь. С минуту смотрит на неё и выговаривает. Боже, вот как ты готовишь, а? Руки у тебя откуда растут? Я в твои годы, невеска, не выдержав, перебивает. Вы, мама, в мои годы, уже третий раз овдовели. В полуссоры жена упрекает мужа. И вообще, ты терпеть не можешь моих родственников. А вот и неправда. Твою свекровь я очень даже люблю. Твою свекровь я очень даже люблю.